Добрый день, друзья! С вами братан Сега. Наконец мне появилось маленькое время, чтобы сделать, можно сказать, небольшой мини-обзор про мои новые игры для системы NES, для приставки NES. Я их получил в прошлую субботу, себе их выписал на себе на 30-летие. Можно сказать, сам себе подарок сделал. Об этих играх я давно мечтал, искал по интернету, выискал, нашел одного, который продавал, тоже распродавал свою коллекцию NES полностью. И вот эти три игры я, можно сказать, успел у него урвать. Так что, начнем. Это первая игра. Monster in my pocket. Я в нее в детстве сам никогда не играл, но я был о ней очень наслышан, что она была очень крутая, битмап игра. Тоже можно было играть на двоих, со своими друзьями вдвоем. Так, ее сразу включим, посмотрим. Работает-то не все. Конечно, я уже пробовал, играл. Не без этого. Так, дотянуться еще бы до геймпада. Вот она. Видим большую вставочку. Ох, конечно, отражает свет. Ну, ничего страшного. Конечно, я играл. Вот тут на пару дней попробую поиграл. Мне она, конечно, понравилась. Замечательная игра. Ничего не скажешь. Потом, как по времени будет, я обязательно пройду полностью. А потом, когда будет интернет, нормальный, то я сделаю полностью геймплей и выставлю себя на канале. Как видим, работает. Замечательно. Так, перейдем дальше. Так. Вторая игра. DuckTales, или Утина История. С этой игрой вообще познакомился на Super Nintendo и играл ее на кадршем Game Boy. На Nintendo я ее не играл. Но, когда я ее увидел, сразу себе ее взял. Потому что мне охота было и оригинально на Nintendo ее сыграть. И я поиграл. Я сразу далеко прошел. Я, можно сказать, засел и оторваться не мог от этой игры. Эта игра, конечно, офигительная. У кого нету, советую всем взять. Заражает, затягивает до того, так это одна только музыка. Офигеть. Выбирайте левель, какой хотите. И вперед. Эть, нажимай сюда. Игра офигительная. Перейдем в следующее. Можно сказать, фаворит из фаворитов вообще из игр. Когда-то я вообще в жизни не играл. Которое, можно сказать, было так выжгло прямо у меня в голове до того, такие хорошие воспоминания, что просто от этой игры просто тащусь. это Кербис Адвенчер. Эта игра просто а-хе-рителя. Золотая наклейка. Тут стоит, что у меня есть батарейка. Короче, она не может сейваться. Вот эта игра. С этой игрой я познакомился один раз в детстве. Один раз, можно сказать, повезло в нее поиграть. И то, когда родители поехали до своих друзей. И там в друзьях тоже был сын. У него было 13. Но сын уже был старшим. ему было 20-21. И родители, можно сказать, переуговорили нас, меня с сестрой, остаться там ночевать, потому что они там гулять начали и так далее. И, можно сказать, я просто переубедился из-за того, что увидел в комнате приставку вот от системы NES. От системы NES торчала вот эта вот игра. Как не именно это, но на этаже. Керби. Игра торчала, я включил, я засел, я только спускался на улицу, только покушать там и обратно вверх сразу убегал. И мне повезло, что родителям не так сильно много времени до нас было так, чтобы подправить нас рано спать и так далее. И я тогда сидел, правда, я сидел до 4 утра в нее рубался. Я иногда бываю, выглядывал в комнату, смотрел, что родители там, ворчать, не ворчать, если они молчали, я обратно наверху убегал и обратно играл. вот этот игра, Kirby's Adventure, и, конечно, игра, это просто для каждого игрока или для каждого геймера, это просто обязанность ее купить на NES, себе в коллекцию, если вы этот картридж сразу захватаете себя в коллекцию и пройти, поиграть это, это просто это офигеть. Даже мой сын играет у него захлеб, можно сказать, он уже 43% прошел ее, это до этого, до хозяина, до хозяин проходил до меня, это я уже с сыном играю. Он даже в свой V закинул, даже в V не играет, он только Kirby, прибегаю после садика, кушает это и мы разрешаем ему час поиграть, но этот час, этот Kirby, он просто обалдет от нее, вот такая вот игра, замечательно. Ну, на этом все, друзья, я просто хотел вам показать такой небольшой мини-обзор, кому понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, я постараюсь конечно побольше таких видео выпускать, но это все со временем и обратно с интернетом дело. Ну, всем до скорой встречи, пока, друзья.